День добрый подписчики, зрители канала. Я Игорь Черноусов и в этом ролике я вам расскажу о стопроцентном способе честного, стабильного и быстрого заработка на YouTube. Я расскажу о новой профессии менеджер канала YouTube. Этот ролик будет интересен тем, кто планирует монетизировать свои знания о YouTube и начать зарабатывать на нем, причем не в отдаленной перспективе, а сразу. И будет, конечно, интересен тем, кто хочет взять себе на канал менеджера. Вы будете знать, что делает менеджер и за что вы будете платить ему деньги. Ну а теперь по порядку. Первое, что делает менеджер канала YouTube, это либо создает, либо оптимизирует уже созданный канал. Что я подразумеваю под словом оптимизация созданного канала? Это, конечно, внешнее оформление канала, это какая-то тематическая шапка, это размещение ссылок на ресурсы автора канала, это оформление главной странички, это трейлер, создание разделов, это, естественно, качественное описание вашего канала, создание плейлистов и так далее. То есть делаем все, чтобы пользователю на канале было удобно и комфортно. Ну а, конечно, самое важное, это внутренняя оптимизация канала. Это подбор семантического ядра вашего канала, подбор ключевых слов для канала целиком и для всех продвигаемых видео. Это привязка к вашему каналу сайта, продвигаемого чаще всего, это создание фирменного стиля канала, это выбор рекомендованного контента, который раньше назывался NVIDIA. И самое важное, это, естественно, создание качественного описания, которое будет автоматически подгружаться для каждого вашего ролика. Выбор тематики, те, кто в теме, прекрасно понимают, о чем я говорю. Эта работа является единовременной, единоразовой и вообще-то может быть рассмотрена как отдельная услуга. Естественно, эта услуга может быть отдельно и оплачена. Я знаю, что за что-то подобное берут от полутора и выше тысяч рублей, но в зависимости от того, на каком уровне выполняются работы. Потому что все-таки качественно подобрать ключевые слова, написать описание, это стоит, поверьте мне, значительно дороже. Это делают крайне мало, малое количество людей. Наша команда менеджеров каналов YouTube в качестве знака доброй воли все это делает в рамках обязанности менеджера. То есть мы с этого начинаем работу с клиентов. То есть никаких дополнительных денег мы за это не берем. Единственное, что если владелец канала захочет на какую-нибудь нестандартную шапку, ну например, вот как на канале Папина лавка, да, какую-то дизайнерскую, да, вот единственные деньги это вот оплата работы дизайнера. Ну а теперь, чем же все-таки занимается менеджер канала постоянно, то есть что он делает каждый день. По большому счету всю работу менеджера можно свести к двум словам. Это поддержание постоянной активности на канале. То есть если вы в поиске YouTube находите свой канал, то вот эта строчка «Пользователь был активен», должна быть, ну вот хотя бы как у меня, там день назад, понимаете, а не месяц, как на многих каналах. Дело в том, что YouTube это социальная сеть, и если вы ведете постоянную регулярную работу на YouTube, сами активны, то вам помогает YouTube. Поверьте мне, это не пустые слова. Все, кто более-менее профессионально занимается продвижением в соцсетях, прекрасно понимают, о чем я говорю. Но более конкретно, чем же занимается менеджер канала для поддержания вот этой вот активности. В первую очередь, конечно, это взаимодействие с вашими пользователями, точнее с подписчиками вашего канала. То есть на все комментарии, которые пишут на канале, необходимо отвечать. Подчеркиваю на все, даже на дурацкие. То есть пользователи не должны чувствовать себя брошенными, то есть вы с ними должны постоянно контактировать. Основная задача менеджера – это контакт и контакт с существующими подписчиками, и, естественно, набор новых целевых подписчиков на ваш канал. Второе, что должен делать менеджер канала – это взаимодействовать с другими авторами канала. Расшифровывать эту тематику не буду, опять же, кто в теме, кто прекрасно знает, чем там надо заниматься для взаимопиара и взаимопродвижения. Следующее, менеджер канала должен быть обязательно в курсе действий конкурентов. То есть вы должны знать, что вообще происходит в нише вашего канала, быть, скажем так, на волне. Только в этом случае вам удастся нормально и грамотно продвигать канал вашего клиента. Ну и, конечно, то, что чаще всего ассоциируется с работой менеджера канала – это загрузка видео. Значит, сразу хочу сказать, менеджер канала не занимается записью видео. Он ничего сам не снимает. И даже видеомонтаж не входит в обязанности менеджера канала. Значит, наша команда – элементарный видеомонтаж, но что я подразумеваю под словом элементарный. То есть монтаж, который не требует особых временных затрат. То есть что-то подрезать в начале, в конце, в серединке какие-то паузы вырезать, вставить какую-то картинку, например, активную кнопку, потому что вот такого плана заказать, чтобы был переход на сайт осуществлен. То есть действия, которые, в принципе, выполняются достаточно быстро. А в любом видеоредакторе, в той же самой, например, Камтазе. Вот эти операции, например, наша команда делает, опять же, в рамках обязанности менеджера. Мы за это отдельных денег не берем, но вот так вот я позиционирую людей, с которыми мы работаем. Но если требуется какой-то серьезный видеомонтаж, то это отдельная работа. Она оплачивается отдельно. Ее выполняет менеджер, если, конечно, он это может делать. Если по каким-то причинам автор канала не может предоставить свое видео, то опять же, вот наша команда делает одну бесплатную такую услугу. То есть мы создаем слайдшоу. То есть на основе фотографий, которые предоставляет по тематике своего канала, владелец канала, мы можем сделать слайдшоу. Это делается легко и просто. Мы используем сервис Anemoto, у нас платный аккаунт. Поэтому получается профессиональное слайдшоу, которое смотрится очень качественно. Но и это занимает относительно немного времени. Это идет как, опять же, бонусом. Для чего? Для того, чтобы поддерживать активность на канале. То есть видео на канал должны загружаться в момент раскрутки канала регулярно. Это понедельник, среда и пятница, например. То есть трехразовая загрузка видео на канал, это очень хорошо. Все остальное время мы занимаемся продвижением. Вот продвижение видео это то, что отнимает колоссальное количество времени. Я вам сейчас показываю чек-лист по продвижению. Здесь вот пять листов машинописанного текста. Это, поверьте мне, если выполнять все по этому чек-листу, это очень много по времени. То есть это от четырех и более часов на каждый ролик. То есть менеджер канала деньги получает не за просто так. Не буду вдаваться подробно в этот чек-лист. Опять же, кто в теме, тот прекрасно понимает. А кто у нас учился, тот вообще этот чек-лист имеет. Сейчас мы основной упор в этом чек-листе делаем на продвижение в соцсетях и на блогах и сайтах, форумах, досках, объявлениях. То есть основная задача это набрать максимальное количество обратных ссылок. И легко и просто это делать в соцсетях. То есть по большому счету наша команда продвигает вас не только на ютубе, но и в соцсетях. Вот это основные действия, которые выполняет менеджер канал. То есть это делать приходится по-любому всем. Но если у автора канала есть деньги на платную рекламу, то менеджер канала создает рекламную компанию в AdWords. Опять же, это все делаем мы, вот наша команда, в рамках обязанности менеджера. Но только в AdWords, то есть мы создаем видеокампанию. Если автор канала планирует рекламируется в контекстной рекламе, в тизерных сетях, в таргетинговой рекламе, в социальных сетях, то это, естественно, отдельная оплата. Это за отдельные деньги. Еще один нюанс, о котором тоже надо знать. Если вы, как администратор канала, получаете доступ к аккаунту, А это, с моей точки зрения, самый оптимальный вариант. Почему? Дело в том, что, получив доступ к каналу, вы имеете возможность читать почту канала. А поверьте мне, на почту приходит очень важная информация. Особенно если вы создаете какие-то платные компании в AdWords. Приходит информация от самого YouTube. Приходит информация о действии, которые совершаются над вашими видео. То есть, все это нужно читать и быть в курсе. Плюс, получив доступ непосредственно к аккаунту, наша команда оказывает еще дополнительную услугу. Это продвижение в социальной сети Google+. Непонятной причине эта социальная сеть для многих не так популярна. Хотя, это очень перспективная сеть, и она напрямую связана с YouTube. Поэтому, игнорировать эту сеть, мягко говоря, нельзя. Поэтому, набор подписчиков, вступление в целевые группы, это задача менеджера канала. Вот такую услугу оказывает, например, наша команда. Так как специальность менеджера канала, она относительно новая, и в принципе, еще нет четких границ, что должен быть менеджер. Я вам делал менеджер, я вам рассказал то, что делал я, что делает сейчас наша команда, какие услуги мы оказываем. Но все очень индивидуально. Кто-то захочет от вас, как от менеджера, еще какую-то услугу. Все это можно делать, но, естественно, обговаривая. Теперь, сколько же эта работа стоит? Здесь очень большая градация по деньгам. Мы позиционируемся на 5 тысяч, то есть начинаем работать с 5 тысяч, выполняя все действия, о которых я вам рассказал. Мы берем оплату 5 тысяч рублей в месяц. Точно знаю, приходится общаться с людьми, которые работают менеджером других каналов. Люди получают 10-15 тысяч. Ну, 15 тысяч это где-то такая оптимальная зарплата для менеджера. Вот. Прекрасно знаю, что Тимур Таджидин у своих менеджеров позиционирует на 30 тысяч рублей, ну, на тысячу долларов. Сейчас тоже, мягко говоря, другая цифра, да. Но мы стартуем с 5 тысяч. Почему? Потому что эти деньги доступны практически любому инфобизнесмену, который что-то уже начал зарабатывать, любому интернет-магазину, потому что администрирование каналов интернет-магазинов это наиболее востребованная сейчас услуга, потому что целевой клиент для интернет-магазина это просто золото. И YouTube таких клиентов предоставляет. Вот начать можно с такой суммы. Далее, если вы хорошо себя зарекомендовали, пожалуйста, просите прибавку к зарплате. Ну, вот так вот, чуть более подробно, чем в первом ролике я рассказал о специальности менеджер канала YouTube. Значит, кому нужен менеджер, обращайтесь. Все контакты есть в этом видео, в описании данного видео. Нас достаточно много. Мы работаем дружной командой, помогаем друг другу. Поэтому обращайтесь, поможем оформить, продвинуть ваш канал. Ну, и вообще, если есть какие-то вопросы по YouTube, приходите. Каждый четверг у нас конференции бесплатные. Ничего не продаем. Просто говорим о YouTube, о заработке на YouTube. Собирается группа заинтересованных людей. То есть, приглашаю всех. Благодарю, что досмотрели данный ролик до конца. Всем удачи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok